YouTube постоянно улучшает алгоритм или улучшает алгоритм и также добавляет правила, которые мы как авторы обязаны соблюдать. И иногда эти правила действительно полезны для всех, для рекламодателей, для авторов и также для самого YouTube. Но в других случаях эти нововведения от YouTube могут быть полезны для одной стороны и вредны для другой. Вы продолжаете выкладывать видео, все окей, и потом в один момент просыпаетесь и у вас красная монетизация или что еще хуже, бан. Поэтому давайте поговорим про 5 важных запрещенных вещей на YouTube, которые вы должны иметь в виду, чтобы не попасть под грозную палку YouTube. Поехали! Привет, меня зовут Артур и это канал Movavi. И номер 5 в нашем списке это делать что-то недопустимое на YouTube и за его пределами. Да, вы правильно услышали, даже если с вашим каналом все в порядке, у него отличная репутация, все зелененькое и растет, YouTube все равно следит за вами и в любой момент может решить, что ваши действия не соответствуют правилам платформы. И мы не говорим о правилах, которые относятся к конкретным видео. Вещи, которые объективно неправильные. Например, вы говорите плохие словечки или деретесь с кем-то на камеру или поджигаете что-то, взрываете. Ну, знаете, те вещи, когда вы загружаете видео и там целый список того, что не подходит под монетизацию. Не говоря о том, что даже эта система YouTube время от времени ошибается. Например, я недавно загружал видео на свой канал про бесплатную музыку и YouTube решил, что ну вот что-то не так в этом видео и на тебе желтую монетизацию. Конечно, я отправил видео на проверку и через 48 часов мне таки дали зеленую монетизацию. Но давайте отодвинем эту проблему в сторону. До этого момента было понятно, что если вы будете следовать условиям использования, то у вас все будет в порядке. Но недавно они загрузили видео об ответственности авторов на YouTube. Давайте послушаем. На YouTube или за его пределами. То есть даже если у тебя нет никаких проблем с авторскими правами, у тебя все окей с монетизацией, у тебя по-прежнему остаются риски того, что ты можешь остаться без монетизации или вообще с заблокированным каналом. То есть они говорят про ответственность авторов перед целым комьюнити. По сути, каждый ютубер в той или иной степени представляет платформу. И чем больше ютубер, тем более вероятно зритель будет ассоциировать этого ютубера с платформой, то есть с YouTube. И, следовательно, действия одного ютубера могут повлиять на все комьюнити в целом. И в 2021 они решили поднять этот вопрос. Вот что они говорят в разделе обеспечения безопасности участников сообщества YouTube. Все авторы несут ответственность за соблюдение наших правил даже за пределами сайта. Вредят зрителям, рекламодателям, сотрудникам компании или всему нашему сообществу. В таком случае мы можем принять меры. То есть получается, что YouTube теперь следит за нами даже за пределами самого YouTube. И если они найдут какие-то статьи, где написано, что вы сделали что-то плохое, то в теории они могут что-то отключить на вашем канале. Или может отключить весь канал, кто знает. И вот что они могут в теории сделать с вашим каналом. Отключить YouTube Originals и YouTube Студии. Ну, в целом можно и пережить. Монетизация контента. Вы можете лишиться статуса партнера, а вместе с ним и возможности монетизировать видео. Об этом уже определенно стоит задуматься. Ваши видео больше не будут входить в подборки с рекомендованным контентом на главной странице, вкладке в тренде и в других разделах YouTube. Но на самом деле мы должны сказать спасибо YouTube за это сообщение, потому что они ничего не скрывают, не строят какие-то загадки вокруг этого, как иногда это было раньше, напишут что-то короткое, а дальше там сам разбирайся. Они говорят как есть. YouTube не хочет, чтобы рекламодатели были как-то связаны с плохими событиями, которые создают некоторые ютуберы. Другими словами, нет рекламодателей, нет YouTube. Помните, что Логан Пол сделал в 2018 году? Интересно, что бы YouTube сделал с его каналом после этих нововведений? Заблокировал бы весь канал или, может быть, бы просто отключил монетизацию? Напишите свои мысли в комментариях. YouTube говорит, что это довольно редкие случаи, они не хотят этого специально делать и делают эти нововведения ради лучшей атмосферы на платформе. Но нам определенно стоит иметь это в виду. Кстати, если вы только начинаете свой путь на YouTube и ищите удобные и простые инструменты для монтажа, то у вас есть шанс купить лицензионные программы Movavi по приятной цене. На официальном сайте Movavi прямо сейчас проходит акция, на которой представлены самые популярные наборы программ для монтажа, работы с фото и документами по очень хорошим скидкам. И чем больше набор, тем больше скидка. Например, можете обратить внимание на набор, включающий Movavi Video Editor Plus и комплект заставок. Он будет идти со скидкой 30%. А если вы уже являетесь обладателем Video Editor Plus или Video Suite и просто хотите расширить свою библиотеку эффектов, то вам может приглянуться годовая безлимитная подписка на магазин эффектов Movavi. Она даст вам доступ ко всем эффектам, которые уже есть на сайте, а также тем, что будут выходить в течение следующих 12 месяцев со дня покупки. И стоимость данного плана со скидкой по акции выходит в разы меньше суммарной стоимости всех эффектов. В общем, ссылки со скидками на упомянутые продукты мы оставим в описании, и там же вы сможете найти другую ссылку на страницу со всеми предложениями по акции. Желаем приятного шопинга. И это приводит нас к номеру 4. Правила в отношении внешних ссылок. Некоторые ютуберы продвигают какие-то товары или услуги на ютубе, оставляя ссылки в описании. Ну, то есть, в целом, обычное дело. Но ютубер может продвигать и что-то нежелательное. Например, взломанную программу или программу с вирусом, или какой-то сайт, который помогает накручивать лайки и подписчиков. И вот что они говорят. Учтите, что правила распространяются не только на видео, но и на метаданные, комментарии, прямые трансляции и другой контент во всех сервисах ютуба. Приведенный выше список не является исчерпывающим. То есть, даже если общая репутация на вашем канале в порядке, все отлично, ваше видео и ваш канал по-прежнему находится в зоне риска, если вы продвигаете какие-то нежелательные ссылки в описании, в комментариях или в каких-то других разделах ютуба. Они написали несколько примеров того, что нежелательно делать на ютубе, но, если честно, они довольно очевидные. И то же самое касается продажи нелегальных или каких-то нежелательных товаров или услуг. Но они отметили, что это лишь некоторые примеры недопустимого контента. И если вы считаете, что ваше видео может нарушать наши правила, не публикуйте его. Есть такой ютубер Виктор Пейнер. Возможно, вы его знаете. И в одном из своих видео в описании он оставил ссылку на телеграм-канал. Ютуб такой зашел. Ага, там, оказывается, был пост со ссылкой на взломанную FL Studio. В результате из-за этого ютуб удалил его канал. И это то, что мы все с вами должны иметь в виду. Если вас попросили сделать рекламу какой-то платформы или канала, дважды ее проверьте. Посмотрите, не было ли каких-то постов в прошлом, где есть какие-то нежелательные товары и ссылки, которые вызывают сомнения. Потому что в итоге это может навредить вашему каналу. И что может произойти, если вы нарушите эти правила? Вот что говорит ютуб. Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление. Но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован. Предупреждение – это другими словами strike. Просто будьте осторожны. Осторожничать стоит не только с внешними ссылками, но и с авторскими кадрами в видео. Если ты используешь без согласия авторов чужие фото, видео, иллюстрации или аудио, тебе могут очень быстро снять монетизацию и в лучшем случае ты будешь делить доход с правообладателем, а в худшем он будет забирать все себе и вообще strike могут кинуть. Чтобы этого не происходило, нужно пользоваться стоковой платформой. Ребята из DepositFotos предлагают классные решения для создателей контента как на ютубе, так и за его пределами. На этой платформе есть более 200 миллионов файлов, а это значит, что среди всего этого многообразия вы сможете найти изображения, футажи и аудиотреки, которые подойдут тематике именно вашего канала. DepositFotos предлагают файлы по лицензии royalty-free, которые позволяют вам использовать у себя этот контент без каких-либо доп. соглашений. Главное – просто соблюдать правила лицензии. Файлы DepositFotos не бесплатны, но это намного выгоднее, чем подвергать себя риску проблем с авторскими правами. Вы можете подобрать удобный для вас план подписки или покупать файлы по отдельности. Наш промокод MOVAVI даст вам скидку 30% на оформление подписки. Переходите по ссылке в описании, чтобы попасть сразу на сайт DepositFotos, узнать больше об этой платформе и о ее планах подписки. Иногда я замечаю, как некоторые начинающие ютуберы в своих видео советуют скачать видео напрямую с ютуба. Но действительно ли это легально – скачивать видео с ютуба? Иногда это чуть более очевидно. Например, вы не можете скачивать телевизионные шоу или музыкальные клипы, но что насчет других типов контента? И вот что говорит ютуб – запрещается делать следующее – просматривать, копировать, скачивать, распространять, передавать, транслировать, демонстрировать, продавать, лицензировать, изменять, преобразовывать или каким-либо образом использовать контент или любую составляющую сервиса, кроме указанных случаев. И вам также стоит учитывать местные законы в отношении скачивания контента в конкретной стране, но ютуб определенно против этого. Но что ютуб может вам сделать за скачивание видосиков? Фактически ютуб никогда никому не предъявлял иски за скачивание контента. На деле есть очень маленькая вероятность того, что у вас, у одного человека будут какие-то проблемы с ютубом за то, что вы скачали там какие-то видосики. Но имейте в виду, что вы нарушаете правила, вам нельзя этого делать. И тем более не советуйте своих видео скачать видео напрямую с ютуба. Может быть, в один день в будущем это негативно скажется на вашем видео или на всем канале в целом. Если вы планируете снимать агрессивный контент, включая дебаты и конфликты, то вам нужно обратить на это особое внимание. Есть история такого ютуб-канала, который называется LeafyIsHere, и почти все его видео основаны на оскорблениях. Но тем не менее, он нашел довольно большую аудиторию, и если быть точным, то больше четырех миллионов подписчиков. Если коротко, то он был очень успешным какое-то время, аудитория его любила, но до тех пор, пока он не снял несколько видео про Покемейн, критикуя ее и ее канал. По итогу, канал Leafy был заблокирован в соответствии с правилами в отношении оскорблений и угроз. И это все после нескольких успешных лет существования. Вот что пишет ютуб. На ютубе запрещено публиковать контент, содержащий угрозы в отношении других лиц. Вам также нельзя снимать людей без их согласия, и вам также нельзя разоблачать личную информацию людей тоже без их согласия. И этот список продолжается дальше. Однако есть несколько исключений. Дискуссии известных людей, постановочные выступления со сценарием, видео, в которых с согласия участников реальные или постановочные сцены насилия используются для того, чтобы привлечь внимание к проблеме угроз в интернете и так далее. Так что, пожалуйста, будьте осторожны, если собираетесь снимать такого рода контент. Может быть очевидно, но я часто вижу, как начинающие ютуберы это делают. Поэтому не надо спамить на ютубе. Серьезно. На ютубе запрещены спам, мошенничество и прочие виды обмана пользователей. Также недопустим контент, основная цель которого состоит в том, чтобы убедить пользователей перейти на другой сайт. Вам нельзя спамить своих видео. Например, вы размещаете на превьюшку какую-то известную личность, а в самом видео, ну, вообще даже близкого этого нету. Вместо этого такая жирная ссылка на другой сайт. Но я думаю, что это очевидно. Но вам также нельзя публиковать много однотипных комментариев с просьбой подписаться на свой канал. Если вы хотите посмотреть полный список того, что запрещено, перейдите на вкладку спам, обман и мошенничество. И не говоря о том, что это запрещено, вы еще и не получаете ничего толком взамен. Может быть, они подпишутся на вас, потому что вы подписались на них, но им нет никакого дела до вас и вашего канала. Они будут мертвыми подписчиками, которые не будут нажимать на ваши видео. Из-за этого ваш CTR будет падать и ничего хорошего не получится. Лучший способ продвигать свой канал – это наладить коннект с аудиторией на YouTube и за его пределами на других соцсетях. Дайте людям что-то полезное и потом посоветуйте посмотреть ваши видео и, если они им понравятся, потом пусть сами подписываются. Но не надо спамить. Зацените эти видео, если хотите узнать больше о YouTube, также жмякните лайк и увидимся в следующем выпуске. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok